Это программа «День с толком» в студии Николай Потешкин. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. На Алтае 11 сфер попали в список, где теперь не смогут работать иностранцы. Указ подписал губернатор. Жители Барнаула жалуются на отсыпку строительным мусором озера по соседству. Боятся весной уплывут. Одышка, тахикардия и кровохарканье. На Алтае врачи фиксируют первых пациентов с болезнью вейпера. На мужчину, который порезал двоих людей, в одном из баров Белокурихи возбудили сразу несколько уголовных дел. Напомним, в ночь с 24 на 25 августа между девушкой 1996 года рождения и мужчиной 1985 года рождения произошел конфликт. Обвиняемый ударил потерпевшую стеклянным бокалом и порезал ей лицо. Мужчина, который заступился за девушку, также получил удар в шею. Возбуждены и расследуются два уголовных дела по пункту В части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Кроме того, ведется административное производство по статье 20.13 КОАП РФ – стрельба из оружия в неотведенных для этого местах. Она предусматривает наложение штрафа с конфискацией оружия. Добавим, что ход расследования уголовных дел находится на контроле прокурора края Антона Германа. Суд Центрального района начал рассматривать дело бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шаламенцева по существу. Напомним, чиновника подозревают в получении нескольких взяток и легализации грязных денег. Подробнее о позиции обвинения расскажет Данил Кузнецов. Это кадры января 2024 года. Силовики задерживают теперь уже экс-вице-мэра и бывшего главу администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шаламенцева. Чиновника подозревают во взятках и он отправляется в СИЗО. Вести дело Шаламенцева решили в Центральном суде по одной причине. Именно на территории этого района чиновник брал взятки, в том числе через посредника, которым выступил бывший зампред комитета по дорожному хозяйству Сергей Щукин. Его в январе этого года освободили из-под стражи, но производство в отношении все еще ведется. Согласно версии следствия, в 2020 году предприниматель Олег Бесчастный передал взятку в 2 миллиона рублей за общее покровительство и помощь в получении права на перевозку пассажиров на 41 и 78 маршрутах. Сейчас имущество бизнесмена арестовано. Дело передано также в Центральный суд. Мера наказания – подписка о невыезде. Сторона обвинения считает, что взятку Шаламенцев решил отмыть через покупку автомобиля Subaru Outback за 1 миллион 200 тысяч. Остальные деньги ушли Щукину, как вознаграждение за посредничество. Ваша дата – место рождения. Обвиняют бывшого вице-мэра и в получении другой взятки. Согласно версии следствия, Антон Шаламенцев и Сергей Щукин решили построить склады для хранения инертных материалов на улице Власихинской, 137. Этот участок находился в аренде у последнего. Для этого была заказана документация у томской компании «Запсипмост» за 350 тысяч рублей. Однако вместо денег, по договоренности с вице-мэром, фирма получила покровительство. Правда, пришлось доплатить еще 250 тысяч. Высказаться в отношении вины к данному содеянному желаете? Выскажите, скажите. С томской компанией барнольские чиновники продолжили сотрудничество. Известно, что в 2017 и 2018 годах именно «Запсипмост» составлял проект реконструкции путепровода на новом рынке и позже его дорабатывал. В общей сложности компания получила около 30 миллионов рублей. А в 2019 году она взялась за оформление документации по ремонту железнодорожных путей на Калинино. И сейчас исправляет смету. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры по поводу Дениса Илюшина, директора томской компании. Что касается самого Шеломенцева, срок нахождения в СИЗО ему продлили до января. Ну а следующее судебное заседание состоится 24 сентября. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Не возьмут на работу в школу, больницу и даже такси. Губернатор региона Виктор Томенко подписал указ, согласно которому в этом и следующем годах иностранцам с патентом будет запрещено трудиться в некоторых сферах. Речь идет об 11 видах деятельности. Среди них лесоводство, лесозаготовки, производство детского питания, диетические продукты, лекарства, медицинские материалы, а также торговля спиртным и табачными изделиями, такси, образование и здравоохранение, предоставление услуг по уходу за детьми. Пока нет информации, когда указ вступит в силу. Однако отмечается, что в течение двух месяцев с этого момента организациям необходимо привести численность иностранных сотрудников в соответствие с ограничениями. Жители Барнаула обратились в редакцию. Одно из озер, которое находится в черте города, рядом с поселком Южный, частично засыпали землей, глиной и строительным мусором. А ведь еще совсем недавно здесь плавали уточки. Наша съемочная группа выяснила, почему в ближайшем будущем утки могут и не вернуться на озеро. Оно было просто шире намного. Его сократили. Речь об одном из Барнаульских озер. На Змеиногорском тракте рядом с поселком Южный строители планомерно засыпают в водоем. Как утверждают местные, мусор и глина кочуются в строящейся транспортной развязке. Причем уже около двух месяцев. Сегодняшняя, конечно, наша проблема – это то, что мы очень переживаем за наши озера. Сзади меня вы видите озеро. На берегу озера я живу. А дальше его не видно. Впадает с Южного еще одно маленькое озеро. Все эти озеры у нас идут с ключами, то есть бьют ключи. И уже вот это озеро, которое самое большое, оно у нас через дамбу, через трубу переходит сюда и через дорогу впадает вопь. Озеро – это живое. Озеро природное, не наливное, не рукотворное. Здесь останавливаются утки дикие, кормятся. И нынешним летом я видела утку с выводком, которую там фарватер прокладывала для утят. Озеро маленькое, но ряд своих функций выполняет. Вот это вот маленькое озерцо является отстойником. То есть когда идут сильные дожди и так далее, озеро, которое сзади меня, не наполняется водой и также не опускается. Оно всегда держит уровень, потому что вот этот отстойник, он работает именно с этим уровнем. От того, как они отсыпали это все, уровень уже нарушен. Уже очень многие жалуются. Озеро засыпали изрядно. И вопрос-то в том, что были ли согласованы вот эти работы с Минприродой, знают ли там. Я пыталась дозвониться в Минприродой, но, к сожалению, не смогла. Между тем, как нам пояснили в Министерстве транспорта региона, никакие отходы от строящейся развязки к озеру не свозят. Ответ мы получили и от ответственных за участок федеральной трассы. В связи с обильными осадками в августе произошел размыв земляного полотна на 13-м километре федеральной автодороги А-322 Барнаул-Рубцовск, граница с Республикой Казахстан. Специалисты у Пордора Алтай направили в адрес подрядной организации предписание о необходимости проведения мероприятий по ликвидации размыва и укреплению откоса насыпи для предотвращения разрушения земляного полотна и проезжей части, соответствующие работы и выполняются на участке. Они проходят в полосе отвода федеральной трассы между трассой А-322 и улицей Зоотехнической. Расположенные они подалеку озера, при этом не затрагивают. А вот по словам Василины Зайнулиной, строители пообещали перестать засыпать озеро три недели назад. Однако обещание свое не сдержали. Крайняя машина была совсем недавно. Может быть дня три-четыре назад. Мы боимся, что дальше это все будут делать. Вот если дальше его уменьшить, этот отстойник, то у нас, конечно, начнутся проблемы. Мы стоим все на берегу. Озеро очень близко подходит к нашим домам. Мы затопим и дома. Ну, я думаю, что проблем будет много. Нельзя относиться к природе вот так. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Противолосинные заборы начали строить вдоль федеральной трассы под Барнаулом. Они протянутся на 5 километров вдоль правобережного тракта. Конструкции, которые не позволят диким животным выйти на проезжую часть, напоминают сетку-рабицу. Главное отличие состоит в качестве материалов и размере ячеек. У спецограждений они меньше, чем у обычной сетки. Монтаж конструкции стартовал в начале августа этого года. Стоимость работ оценивают в 2 миллиона рублей. Как уточнили эксперты, ограждение не будет глухим. Поэтому горожане смогут проехать в лес. Барнаульская семья уже полгода не может увидеть свою родственницу, пожилую бабушку с деменцией. Родная дочь запретила свидание по личным интересам. Семья пожилой женщины обратилась в суд, чтобы с помощью буквы закона увидеть бабушку и убедиться, что она жива и, насколько это возможно, здорова. Валентина Аскерова разбиралась с проблемой. Мы не видим нашу тетю. Мы не можем принимать никакого участия в ее жизни. Уже полгода ни слуху, ни духу. Ирина Дебликова уже полгода не видела родную тетю Зою Николаевну. Несколько лет назад у родственницы Ирины диагностировали деменцию. Уход за пожилой женщиной лег на плечи мамы Ирины и сестры Зои Николаевны. Она официально взяла ее под свою опеку. Постепенно состояние родственницы усугублялось. И они обратились к дочери пожилой женщины. Мы приняли решение, что все-таки мы должны выйти на связь с ее дочерью, чтобы привлечь, участвовать в жизни своей мамы. Мы связались с дочерью. Она согласилась взять на себя обязанности. Вступила в опекунство. Дочь стала законным опекуном и за работу ухаживать за матерью не могла. Поместила в пансионат в Олейске. Но при этом запретила свидание с родней. Камнем преткновения стала бумага, дающая доступ к счетам пожилой женщины. Новому опекуну потребовался этот документ. И сложилась такая ситуация, что не совсем честно стали запрашивать документ. На что мы сказали, что, пожалуйста, вы в суде можете в 30-дневный срок получить точно такую же бумагу. Вот на этой почве произошел вот этот конфликт. Ирина и ее мама пытались добиться свидания. Дочь Зои Николаевны ни в какую. Семья обратилась в суд. Начались тяжбы. На одном из последних заседаний стало известно, что дочь перевела мать из Олейского пансионата в Барнаульский. Закон говорит о том, что опекуны должны действовать в интересах своих подопечных. Находясь в пансионате, который расположен в Олейском районе Алтайского края, недееспособную посещали представители органов опеки и попечительства Олейского района. Есть письменный ответ, что они с ней общались, и она не против общаться со своей родной сестрой. Но вместе с тем, такого общения так и не происходит, вот именно из-за запрета, который подала опекуна. Адвокат созванивалась с руководством Барнаульского пансионата. Там пояснили, что из-за карантина по ОРВИ свидание под запретом. Семья, которая полгода не может увидеть родственницу, готова подождать еще. Главное, чтобы в будущем дали зеленый свет на свидание. Но пока опасения остаются. Дочь Зои Николаевны не идет на контакт. Телефонные звонки по-прежнему игнорируют. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Эвалия начала появляться в Алтайском крае. Есть как минимум одно подозрение на болезнь вейперов. Она напоминает пневмонит и разрушает легкие за счет токсического пара, который вдыхает человек. Подробнее о заболевании и о том, почему именно подростки в зоне риска, смотрите далее. Эвали, или по-простому болезнь вейперов, все чаще начала поражать людей, которые парят электронные сигареты. В Алтайском крае есть как минимум одно подозрение. Как рассказывают эксперты, эвали похожа на пневмонит и как таковых специфических симптомов не имеет. Разве что дыхательную недостаточность. Поэтому диагностируют по остаточному принципу. Сначала проверяют на другие похожие заболевания. Тем не менее, если появилась боль в груди, кашель, в том числе с мокротой, отдышка, тахикардия, кровохоркание и проблемы с ЖКТ, нужно обратиться к врачам. Это чаще связано именно с повреждением альвеолярных стеночек. То есть идет уплотнение легочной ткани по типу матового стекла, участки консолидации и развивается дыхательная недостаточность из-за повреждения именно токсического воздействия вот этого пара. Дыхательную недостаточность сложно лечить, а заболеть может любой, кто парил более двух месяцев. Особенно эта тема касается подростков, ведь именно среди них распространены вейпы. По популярности даже обходят старые недобрые сигареты. Сигареты можно раз в час, одна сигарета в час у тебя. А от вейпа ты в любую свободную минуту паришь его, и это уже у тебя в привычку входит. Тебе, допустим, нет желания, а ты все равно это делаешь. У меня вейпов штук 20, наверное, было. Продавал, отжимал, у меня отжимали. Психологи считают, что вейпы так популярны из-за хорошего маркетинга. Направленного на молодежь. И из-за моды. Начал пользоваться в окружении один, могут подхватить все. Все же порог вхождения легче. Электронные сигареты не такие неприятные по сравнению со стандартными. Это выглядит привлекательно. И дети хотят попробовать, как минимум, потому что это ярко, это стильно, это очень красиво оформлено. Они пробуют, понимают, что это вкусненько, что это не противно, как сигареты. И к этому проще привязаться. От них не пахнет сигаретами, как от табака привычного. То есть от них там фруктиками, конфетками, чем-то таким сладеньким. И, конечно, родители не сразу заподозрят, подумают, ну, лимонад попил, да, что-нибудь такое. Одно дело – разрушение легких, другое – потеря органов или его всежизни из-за взрывоопасности вейпов. Мне как-то давно предлагали купить вейп с человеком одним. Я отказался. Он у него через два дня в руках взорвался. Интересно, что некоторые курильщики пытаются бросить пагубную привычку с помощью вейпов. Ведь там, по сути, сам выбираешь, сколько миллиграммов никотина добавлять. И добавлять ли его вообще. Ну, я знаю несколько примеров, которые пытались бросить. Ну, да, они переходили на вейпы никотиновые с сигарет. Просто заменяли одно другим. И потом, смотрю, через какое-то время, все равно сигареты появились опять в руках. Привычку парить, как и все остальные, уверены эксперты, можно побороть, переключившись на другую деятельность, приносящую удовольствие. Например, можно писать произведения, создавать картины или и вовсе заниматься спортом. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. 800 тысяч рублей на сегодняшний день удалось собрать алтайскому филиалу российского детского фонда. Под свою опеку они взяли несколько семей из Курской области. Буквально в ежедневном режиме появляются данные о новых семьях, которым необходима финансовая поддержка, а также другого рода гуманитарная помощь. Международный день благотворительности. Немного о том, как можно помочь тем, кто по-прежнему нуждается в поддержке. Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области Алтайский детский фонд начал еще в начале августа. За это время помогли нескольким десяткам семей с ребятишками, инвалидами и не только. Кроме того, общественники взяли под свою опеку один из пунктов временного размещения. Там сейчас тоже живут люди, которые бросили свои дома и скрылись от обстрелов. Мы либо оказывали адресную помощь семьям, и они шли в магазины, в аптеки, покупали то, что нужно ребятишкам. Либо это было приобретение товаров, оплаты чеков. Мы приобретали бытовую технику, и для ребятишек очень важно было к началу учебного года приобрести планшеты, потому что обучение проходит в дистанционном решении. Фактически в каждом регионе страны находится отделение таких детских фондов. В Курской области тоже есть. Сигнал СОС подают именно оттуда, а наши алтайские общественники принимают и помогают. Спасибо всем, кто помогает нам, Курской области, нашим семьям, которые оказались в такой трудной жизненной ситуации. Помогай всем, Господь. Силами Алтайского детского фонда смогли собрать 800 тысяч рублей. Помог Союз промышленников, а также рядовые жители края. Эту поддержку уже получили жители Курской области. Если вы тоже хотите помочь, всю информацию можно найти на сайте фонда. Туда каждый день обращаются новые семьи, которым сегодня она так необходима. Мария Костолева, День с толком. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо Барнаул» продолжают хандрить, проиграв свой последний матч 0-5. Игра проходила в Кирове против одноименной команды. О том, как складывался поединок и о других спортивных новостях, расскажет Дмитрий Дроздов. Две команды с разных полюсов турнирной таблицы. Хозяева «Динамо Киров» ведут борьбу за первое место. А алтайская дружина пытается взобраться выше десятого. В этом поединке могло быть два исхода. Чудо от аутсайдера, либо разгром лидера. Случился второй вариант. Встреча завершилась крупной победой хозяев 5-0. В конце первого тайма барнаульцы остались в десятером. А в последние 10 минут игры еще одно удаление получила алтайская команда. Чем самым полностью убив интригу игры. Мы не смогли нанести ни одного удара за первый тайм. Хорошие контратаки были у «Динамо Киров». Могли еще забить. Ну а третий гол с пенальти. Меня вызывает сомнение. Пенальти. Я считаю, что там очень спорный момент. Мы смотрели в перерыве. Ну а уже когда пошло удаление, мы остались в меньшинстве и пропускаем четвертый гол. Возможность реабилитироваться перед болельщиками у нашей команды будет уже завтра, 6 сентября, на стадионе «Динамо». Белоголубые сыграют с Екатеринбургским «Уралом». Начало встречи в 17.30. Если у белоголубых сезон в самом разгаре, то бордово-оранжевый футбольный клуб «Тэмп» в эту субботу проведет заключительный домашний матч сезона. Зрители увидят барнаульское дерби. В соперниках молодежка «Динамо», которая сейчас не проигрывает уже 6 матчей. А «Тэмп» – лидер турнирной таблицы. Начало поединка в 19.00. Дмитрий Дроздов. День с толком. На сегодня это все новости. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, мы ждем звонков по номеру 205-545, если вам есть о чем рассказать. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова